Ввиду нашего давнего знакомства с Марией Сергеевной, я как бы подразумевал, что это наше столь давнее знакомство и знакомство с ее отцом. Я здесь не верю, да. Подразумевает нашу общность в данном случае, касающуюся Таллинского перехода. И я благодарен Марию Сергеевне за то, что она столь чутко воспринимает некоторые стороны нашей жизни и, в частности, те штрихи, которые связаны и с судьбой Юрия Инги и, конечно, самого перехода. Просто мы не вдаем всех подробностей, это всем очень хорошо понятно и по какой причине это происходит. Мы все знаем, что любое событие, где происходит погибель людей в условиях военных, в условиях войны, особенно уничтожения, и говорить об этом не всегда легко и просто. Но мы же понимаем, что сегодня сделаны столь важные и ценные открытия, за которых я уже имел честь поблагодарить находящегося здесь Михаила. Да, да. Да, вот он перед нами находится. Да, и я прочел о том, что буквально небольшое количество времени назад обнаружены на дне Финского залива те два карагана, которых шел Николай Геопольдович Браун. Мой очень известный военный по совместительству отец, он мне все это рассказывал постепенно, очень небольшими дозами, уже не говоря о том, что это была полностью закрытая тема до медицинского времени. Вы это знаете. И, конечно, у нас впереди вот 11 сентября, это церковная дата поминовения всех погибших воинов. При всех воинов. Вот мы 11 сентября, поминая день усекновения, явно притечи этих погибших героев, участников и просто воинов. Я хотел бы только сказать, что от самих участников Таллинского перехода, я знаю, что эти возрастающие год от года цифры, конечно, были еще ближе и ближе к действительности. Но от самих участников, я знаю, что лежащих на дне никак не менее 25 тысяч. Говорят о военных чинах, и это правильно, но ведь гражданских лиц никто не считал, так же как никто не считал тех, кто себе отпустил пулю в лоб на Веронию. Это люди, которые не хотели попадать в плен, уже не говоря о том, что кто-то из них был коммунист, кто-то был еврей, он не хотел сдаваться. И то, что происходит от Таллина, тоже ведь мы не знали, все это было под Советской Секретностью. Таллин был в состоянии, когда было понятно, что он оборону удержать не сможет. И в Таллине шли ожесточенные бои, туда были брошены последние силы. Конечно, Таллин горел, уничтожали все перед уходом, все взрывали, портили. Даже некоторые люди были шокированы тем, что они видели такое. Ну, конечно, сжигало все свои бумаги МКВД, весь парад. И потом, самое главное было забота, спасти то золото, которое находилось в истории, и драгоценные металлы, и драгоценности, и спасти то правительство Советское, которое было в истории. При самом отступлении погибло, значит, на более 10 тысяч. Так что, если прибавить только его и получить нужную цифру на сегодняшний день, это так, я знаю, от участников перехода, получается никак не менее 30 тысяч. Вот это я хотел сказать. Могины безымянных – это тема, которая особенно волновала Николая Леопольевича. Я хочу закончить его стихотворение, которое так и называется «Могины безымянных». В могиле неизвестного солдата мы почести достойно воздаем. На ней одна единственная дата, что смертоносным вышена огнем. Но дни, когда моря войной штормила и падал, рушась полный настил, я видел безымянные могилы, где не осталось никаких могил. Где только волны, рассыпаясь пеной, взлетают ввыщь, но не касаясь дна, где лишь звезда заката неизменно над безымянным прахом зажжена. И лишь на картах, где меридианы и параллели навсегда немых, ты мог бы встретить подвиг безымянный, но ты на карте не отыщешь их. Почтим солдат, молчание минуты, в их честь салют, восьми днем до облаков. Но как почтить, каким огнем салюта могилы безымянных моряков? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ